Философскую ситуацию десятых-двадцатых годов, она же прервана была. Что там было между? Мы же не знаем. Книжки-то эти переиздавались не по рукописи, а просто то, что было, но вот и издавали для людей. И таким образом перед нами встали все те же проблемы. Плюс к этому, как вы могли, ну не знаю, кто из вас застал уж перестройку в таком сознательном виде, но тем не менее, мы не могли не видеть, что обвинение в том, что перестройка является еврейским влиянием, понятно, да? Развитие различных внутрицерковных течений, соответственным образом, шло. Всякое общество, память и прочие начали использовать вполне знакомые идеологии, которые не были знакомы только леволиберальной интеллигенции. Вот, и вдруг оказалось, что русская культура не так проста, что Достоевский не существует без дневника писателя, потому что он вам сказал. Что просто книг Розанова о литературе и искусстве тоже не существует. Что не существует просто размышления о русской революции, каких-то мудрых людей на разные темы. Еврейский вопрос там был всегда. Но никакого еврейского ответа просто не было. А так могло вообще быть. Вот мы с вами уже видим, что, конечно, нет. Но, как и во всех других случаях, когда мы изучаем, что бы то ни было русско-еврейское. Давайте посмотрим, а русско-еврейская литература вообще сколько могло быть. Ну, с 1860 какого-то года первого русско-еврейского журнала «Рассвет» до какого-нибудь вот 1924 года всего. А в Германии, представляете, еще хасидские районы Польши не присоединили к России, когда уже Мендельсон что там делал. То есть у них нас сто лет больше, даже больше, еще запасов уже развитых. И тем более с философией. Поэтому сейчас вот то, о чем я буду говорить, я немножко предваряю нашу с вами завтрашнюю беседу. Значит, могу вам сказать, что все, о чем я буду говорить, вышло впервые в 2004 году. Я это читал несколько раньше дома, хотя не все. Вышли труды Матвея Исаевича Кагана. Вот Матвей Исаевич Каган является корреспондентом Шпета и корреспондентом Штейнберг. Человеком, с которым, значит, они там переписывались друг с другом. Хотя сказать, что Штейнберг любил, значит, Кагана, это будет слишком сильно сказано. Скорее терпеть не мог. Так вот, и это все лежало до 2004 года. А издано это было все. Значит, издано это было такими людьми, как Махлин Владимир Львович. Замечательный такой, ну как бы сказать. Сказать откровение, я время с теми. Вот, который в пятом бахтинском сборнике напечатал свои мемуары о двух людях. Вадим Валерьянович Кожанове, главный идиолог нашего современника. И Ютих Матвеевне Кагана. А Ютих Матвеевна Кагана, это дочь Матвея Исаевича Кагана. Ну, те из вас, кто захотят, могут это посмотреть. Чтобы вы поняли уровень подготовки текста, он там выглядит так. Так, благодарю гибраиста такого-то за перевод с идиша. Ну, это да-да-да. И сделано это было уже для того, чтобы попытаться каким-то образом реанимировать контекст Бахтина, наконец. Комментарии вполне безобразные. По-моему, я взял эту книжку, если она у меня с собой в сумке, я вам ее завтра покажу. Но это меня совершенно не интересует. Интересует меня Матвей Каган по следующим причинам. Значит, во-первых, я уже вам говорил, что он учился, окончил, защитился в Германии. Во время Первой мировой войны попал в перемещенные лица. Вот это очень важный момент. И напечатал одну из статей, о которой мы будем с вами говорить, про проблемы религиозности во время войны. В 15-м году в журнале под редакцией НАТРПа, по-немецки. А вторая статья, о которой мы с вами будем говорить, написана им по-русски в Советском Союзе, уже никогда, естественно, не издавалась. Называется «Еврейство и кризис культуры». Вот мы их посмотрим, эти статьи, и вы увидите, что ответы еще как были. Но если даже русским философам невозможно было ничего произнести, то понятно, что только не хватало еще и тут еврейской точки зрения. Поэтому получается, что в Германии что-то развивалось, в Палестине что-то развивалось, в Америке что-то развивалось, а как бы в Советском Союзе было ничего. Ну вот вам, пожалуйста, значит, разговор о Федотове и Мере, и Штейнберге, который в Берлине. Ну потом, как вы понимаете, и Федотов не в Москве умер. Дальше. Там же были споры прямые между Штейнбергом и Корсавином, которые мы не будем сейчас рассматривать. Можете просто посмотреть когда-нибудь в журнале «Верст» или в этой самой книжке «Тайна Израиля». И там же шло очень сложное, это если последняя лекция, она с вами будет время, поговорил философское развитие Льва Шестова. Это, кстати говоря, товарищ Шварцман, который никогда не крестился, между прочим. Тогда же в Берлине вышла сложная книжка Гершинзона Михайловича, который долго-долго вообще не очень понимал, что такое еврейство, хотя сам был с еврейского и Кишинева, значит, судьба еврейского народа. Там же даже среди евразийцев были люди, пытавшиеся построить евразийские теории еврейства. Такие люди были среди антропософов. То есть перед нами сейчас стоит как раз задача все это собрать и адекватно работать с этими текстами. Вот это самое главное. Потому что я вам говорю, что мне неоднократно говорили люди, читавшие того же Канада, ну это же какие-то обрывки, конспекты, ничего подобного. Это слишком плотные тексты. Они, я даже не знаю, для кого писались. Но в любом случае, как бы цель вообще всех наших собеседов, вам просто показать эту ситуацию. А дальше уже будете сами. Вот, давайте сейчас вопросом, у нас сколько-то времени есть, если чего. Стал лучше и понятней, чем вчера? Ну да, да. Софию в Германии, но хотел быть еврейским философом, он им был. Это реально существует. А какие образы вообще, это получается, что у нас не нарушение какого-то возможности прочитать текст. То есть они, чтобы эксклюзировать, а потом, чтобы приобщиться к этому языку. А другого нет способа. А у какой философии можно не приобщиться? То есть масса литературы, на самом деле, на английском языке. В частности, есть замечательная книга Ювеля, которая называется «Моранос оф Ризм». Одни названия чего стоят? Моранос оф Ризм. Ризм. А Ризм? Разум или смысл, я не знаю, я не могу это перевести. Но, в общем, вот как-то так. И, значит, о чем она? Том 1 о спинозе, о постановке вопроса об отказе от, ну, Бога, грубо говоря, да? Мягко скажем. И о том, как ему наследовали люди этой философской традиции. Два тома. Второй том его наследники. Разговор идет вот о Моисее и о проблеме, как то, что я вам пытался объяснить. Да, вот. Роли Моисея, роли евреев в одной точке, роли евреев в других точках. По всему миру. Вечного странствования. Это целые учения. Это просто мы не читали. Третья роль, то есть третье место, это обязательное восстановление раннего Бубера, чтобы было понятно, куда он пришел к позднему. А не вставление текстов там конца 20-х и дальше годов, присобачивание к Бахтинскому Достоевскому ведьму. Это, безусловно, попытка прочтения вполне по-русски написанных трудов, то, что я говорил Иосиф Давыдовича Левина. Какова я сам издавал? Ну и просто некая тренировка в постановке оптики своей. Почему я говорю, что в немецкой, предположим, или христианской, то в особенности греческой нам хорошо? Ну потому что русскоязычная культура школы построена так, что она на ней построена. Поэтому многое узнается. Сейчас привожу один грубый пример академика Егинсбурга Виталий Лазовича, который говорил, терпеть не могу тех, кто открывает дифференциальные исчисления в колхозе. Они никакого отношения к Гауссу и Ньютону не имеют. Те это сделали, а этим подвела школа к этому. Но они способные люди, они догадались, только это совсем не то. Но вы, пожалуйста, на уровне 17-го, 16-го века проживите свой вид и сделайте этот ход. Тогда я с вами с удовольствием поговорю. А если я вас в школе повел к тому, что на первой лекции по математике в ВУЗе вам это произносится, ну извините, товарищи, тоже мне открыть. Так вот, в данном случае речь идет именно о том, что мы должны понимать, что то, что нам кажется удобным и привычным, к этому нас подготовили. И взять и сказать, что Достоевский не выдающийся христианский философ, а ставить вопрос, что он ветхозаветный, заведомо нехристианский. Ну-ка справьтесь к собой внутри. Это поработать надо. А для этого, почему я бы сказал на первой лекции, что у меня безумную злобу вызывает, когда я вот эти краски читаю, это выучка философства. Никогда не решиваются. Если они заняли позицию, у нее дойдут до конца. Ну, в логическом мире. Мне не очень понятно, как это происходит. Ну, значит, нас учили как-то не так. И кроме того, привожу вам еще одну зататку, очень забавную. Из Надежды Яковлевны Мандыштам. Не знаю, это ее собственная мысль или нет, но я у нее это видел. У нее есть такая мысль о так называемой опасности культуры. И она говорит, попробуйте построить свою жизнь на апофеозе без почерства шестого. Что это такое? Чем это все хочется? Человек говорит о принципиальной без почерства, о логизме и так далее. Но правда, говорит, если до него прочесть Соловьева, то, по крайней мере, станет ясно, от чего отталкивается. Правда, читать Соловьева без канта странно. Но канта без Гигеля тоже не бывает. Но канта и Гигеля без Платона непонятно. А эти, а Платона без логики Аристофеля? А вот правда, если мы это пройдем в обратном направлении, то никакой опасности не будет никогда. Это она для советских интеллигентов говорила. Вы не выбираете книжки, вот, лишь бы какие в руки попали. А вы попробуйте пройти какой-то путь. Так вот, если мы сейчас пройдем путь, а завтра мы с вами будем говорить первоначально вообще о биографии и автобиографии. Когда? То есть где эти люди учились? Какой у них бэкграунд? С чем они пришли в университет? Какие слова по-русски они услышали впервые? То мы увидим, что это просто люди с другим программом. Очень правильно было сказано, да, это на другом языке. Так лучше честно себе сказать, да, на другом языке, который я не понимаю, чем сказать, а ну-ка, давайте-ка подгоним это быстренько под то, что мы знаем.